Курорт обогнал по голосам Рио-де-Жанейро, Глазго и Варшаву. Первую награду в истории одного из самых значимых и масштабных событий в мире спорта получал мэр Сочи Анатолий Пахомов. Спасибо большое. Неожиданно, очень приятно. Думаю, что авансом мы обязательно оправдаем. Спасибо. По словам Мариуса Визера, президента Генеральной Ассамблеи Международной Конвенции Спорт-Аккорд, Сочи единогласно победил не только за Олимпийские и Паралимпийские игры. В зачет пошли и Формулу-1, и Чемпионат мира по шахматам, и нынешняя Конвенция Спорт-Аккорд. Звание спортивной столицы страны Сочи завоевал давно, а вот победа в номинации «Спортивный город мира», признается мэр, была неожиданной и вдвойне почетной. И сегодня этот спортивный трофей означает, что курорт ожидает еще много спортивных мероприятий и самого высокого уровня. Важно, что после Олимпийских игр мы успешно смогли использовать всю эту материальную техническую базу. Наш город действительно превратился в место проведения многих-многих чемпионатов мира, спортивных конференций. И для нас это огромная была реклама. И экономический успех, который потом стал происходить, а он заключается в том, что сегодня наш курорт Сочи работает круглый год, что в городе Сочи проводится очень много разных событий, он этому способствовал как раз спорт и материально-техническая база спорта. С новым титулом «Спортивный город года» Россия стала полноправным членом мировой спортивной системы и теперь будет только набирать еще давно взятые обороты. Конечно, город всегда был спортивный. Вспомним Митревелли, вспомним Кафельникова, вспомним других спортсменов, которые прославили наш город. Я хочу всех вас поздравить с этой наградой. Я думаю, что у нас блестящее будущее. Так держать только вперед. Самый спортивный город мира. В музее спортивной славы Сочи хранится свыше трех тысяч экспонатов. И все они разного достоинства. Этот спортивный Оскар, отмечают музейщики, займет здесь самое почетное место. Увидеть новый престижный трофей города пришли спортсмены разных поколений. Для них легкоатлетов, футболистов, гимнастов, хоккеистов – это гордость. А для горожан в целом весомый аргумент – заняться здоровым образом жизни. Слава сочинских спортсменов будет далеко еще звучать. И многократно. Человек, который был в спорте, он это понимает. Когда твой родной город занимает первое место, тем более на международных уровнях, это очень здорово, это очень хорошо. Престижная международная награда достаточно значима для музея. Впрочем, как и личные трофеи самих сочинских атлетов, которых здесь всегда ждут. Для воспитания будущих чемпионов в городе работает 35 спортивных школ разного уровня. 25 из них – муниципальные учреждения. Самыми разными видами спорта на сегодняшний день в Сочи занимается 60% юных горожан. Убедительным доказательством того, что Сочи – самый спортивный город мира, стало появление в 2014 году своей футбольной и хоккейной команд. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.